Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Добро побрать, дорогие друзья. С вами я, Олег Интегры, и в этом ролике я бы хотел рассказать о том, как заставить вашу любимую машину поворачивать. А именно, поговорить о таком пункте в игре, как настройки про. Я долго думал, как подступиться к этой теме, рассказывать ли подробно или сократить себя с самого необходимого. И я остановился на том, что дам общее понимание того, как ведет себя машина и работает подвеска. Расскажу, за какую часть поведения, какой пункт в настройках отвечает, чтобы вы могли сами под себя настраивать. Там предпочитаемый мной порядок действий, и расскажу, что и почему предпочитаю трогать я. Поехали! Перед созданием этого ролика я пробежался по ютубу, на предмет наличия разных гайдов и вообще, нужно ли что-то подобное делать. И увидел много видео с подходом «делай как я, вот тебе настройки на две машины и будет тебе счастье», при этом давая довольно невнятные объяснения, а то и вообще обходясь без них. Я считаю такой подход не совсем объективным и продуктивным, поскольку он не учит решать подобные вопросы самостоятельно. Чтобы не наступить на те же грабли, а также устранить возможное недопонимание, давайте определим с некоторыми понятиями. У машины бывает недостаточная поворачиваемость, избыточная и нейтральная. Недостаточная – это когда на передних колесах все плохо и происходит снос траектории, если проще машин не поворачивать. Избыточная – это когда уже задние колеса срываются в занос. Обратите внимание, что я разделяю понятия снос и занос, чтобы сразу дать понять, на какую часть машины идет акцент. Снос – это проблема спереди, занос – ну, вы и так знаете. Также есть нейтральная поворачиваемость. По сути, это считается золотой серединой. Машина охотно дает себя контролировать и надежно держать заданную траекторию. Если речь о гриппе, то есть сцеплении, то машина едет, как говорится, как по рельсам. Если речь о скольжении, то вспомните какие-нибудь раллийные полноприводные машины, срывающиеся всеми четырьмя колесами, но проходящие по нужной траектории. Также у машины есть продольные наклоны и поперечные, которые происходят при перераспределении веса. Продольные – представьте лодку, которая вперед-назад качается по волнам. Так же происходит при разгонах и торможениях, разгружая или загружая какую-либо вось, меняя пятно контакта колеса. Пятно контакта – это когда шины и дорожная поверхность соприкасаются, и вот площадь контакта между ними как раз так называется. Для поперечных наклонов есть более знакомое слово – крены. Его и будем использовать. Вы должны понимать, что машина – это не утюг. Это не просто кузов, которым прикрутили колеса, единственный важный параметр – это насколько цепкие шины. Кузов постоянно плавает по подвеске. И от того, насколько грамотно настроена подвеска, зависит то, насколько это плавание будет эффективно для нас. Думаю, теперь можно приступить к объяснению настройок в игре. Пойдём по порядку и начнём с помощников. Антипробуксовка – тут всё понятно из названия. Система будет активно стараться погасить пробуксовки во включённом состоянии. АБС – антиблокировочная система, которая тоже наверняка всем знакома. Должна препятствовать блокированию колёс при торможении. Система контроля устойчивости – она влияет на то, насколько плавно будет происходить изменение угла машины относительно траектории. Система дрифта – система дрифта как бы ограничивает адекватно контролируемый угол заноса. Если выключите, то более чем наверняка будете разворачиваться в каждом повороте. Лучше всего вы их сможете понять и пощупать, если возьмёте любую дрифтовую машину и прокатитесь по какой-нибудь конфигурации трассы для дрифта. Например, по моей любимой терминал до аэропорта. Переноситесь, выезжаете без гонки на трассу и пробуйте поочерёдно их включать-выключать. Сразу ощутите их работу. Так как игра у нас далеко не true симулятор, а просто покатушки для отдыха и удовольствия, я бы советовал вообще не трогать эти пункты. Какой-то профит по скорости вы вряд ли извлечёте, да и разработчики для каждого класса уже выставили характерные параметры. Но тут смотрите сами. Теперь уже перейдём к настройкам. Воздушное распределение – это аэродинамика. Представьте формульную машину, которая имеет спереди и сзади антикрылья. Чем выше скорость, тем сильнее потоки воздуха на них давят, сильнее прижимая колёса к поверхности. Если баланс смещён назад, задние колёса прижимаются лучше, чем передние, задняя часть стабильнее, но машина хуже поворачивает. Если переносим вперёд, то машина резче и активнее закладывается, но из-за недостатка давления на заднюю часть она будет охотнее срываться в занос и терять скорость. Не советую начинать настройку с неё, если только вы не уверены, что всё остальное и так отлично и для полного счастья не хватает поправить именно её. Эта настройка довольно резко меняет поведение машины, поэтому аэродинамика мы уже шлифуем. А ведь нужно добиться стабильной прогнозируемой поворачиваемости. Настройка распределения дифференциала есть только у полноприводных машин, то есть с приводом на все четыре колеса. Смещение ползунка в ту или другую сторону будет придавать машине характерность определённого привода. Если мы сместим его вперёд, то и манера машины станет ближе к переднеприводной, то есть под газом машина будет проявлять склонность к распрямлению. Если сдвинем назад, то будет характер заднего привода, где уже надо быть осторожнее с газом, чтобы не уйти в занос. 50 на 50 даст нам равнозначное распределение, что в этой игре далеко не всегда хорошо, так как из-за слишком большой мощности все колёса охотно срываются и машина начинает тупо ехать боком. Машина срывает с траектории, вы теряете время, стараясь вернуть на прежний вектор и вот вся вот эта история. Поэтому дифференциал я бы советовал смещать чуть ближе к заду, но не полностью, так как небольшая тяга на передние колёса поможет машине охотнее избежать сноса. Ползунок коробки передач меняет длину передач. Крутим в плюс, больше максималка, но помедленнее разгон. В минус, передача короче, разгон в теории быстрее, но максималка падает. На деле же в игре довольно просто достичь максимальной скорости и чаще результат зависит не от того, насколько машина быстро разогналась, а от того, насколько умело нам удается эту скорость не потерять. Если всё же хочется поправить эту настройку, то советую делать это не сильно. Сцепление колёс в данной игре очень странная настройка. Всё, что она делает, это заставляет машину больше скользить. Не совсем понятно её наличие, ведь для дрифта есть своя категория машин, а другие в этот режим не допускаются. Но так как нас интересует в первую очередь сохранение скорости машин, то оставляем её максимально в плюсе. Тормозная мощность означает силу торможения. Чтобы вы могли представить принцип её действия, вообразите, что нажимаете на педаль тормоза. При слабой силе вы еле-еле давите на педаль, и машина неспешно замедляется. При максимальной силе вы как бы вдавливаете педаль до конца, используя весь потенциал тормозов и сокращая тормозной путь. В реальности резким торможением можно заблокировать колёса, что плохо. Именно для таких случаев и была придумана система АБС, которая в этой игре в качестве помощи есть у любой машины, и практически у всех игроков включена. А значит терять эффективность нет никакого смысла, оставляем на максимуме. Баланс тормозных сил, как это понятно, сдвигает тормозное усилие ближе к какой-либо оси машины. Это позволяет регулировать перераспределение веса на торможение и повлиять на поворачиваемость. Если сдвигаем баланс сильно назад, колёса спереди не догружаются, хуже входя в поворот, а сзади перетормаживают и есть риск сорвать машину в занос. Если сдвигаем чересчур вперёд, задние колёса остаётся стабильными, но перед перегружается и машина поворачивает как утюг. 50 на 50 даёт равноценное усилие. Здесь настройка названа грамотно, поскольку найдя нужный баланс, машина станет ощутимо послушнее. Не всегда здесь что-то нужно трогать, но чаще всего в стоке перегружен перед. Поэтому для разгрузки стоит переместить ползунок левее. Не рекомендую выходить за пределы середины шкалы. Обычно одного-двух делений достаточно, но здесь смотрите по своим ощущениям. Чтобы проще было понять пункты с компрессией и отдачей подвески, советую думать о них как о пружинах. Их задача в большей степени это проглатывание неровностей, но непосредственно на асфальте их задача ещё поддерживать постоянный зацеп. Компрессия здесь означает сжатие, а отдача – разжатие или выталкивание. Если разгоняетесь, распределение веса наклоняет машину назад, пружины сжимаются, передние разжимаются. Если тормозите, то наоборот. При этом, в зависимости от того, насколько ваши пружины мягкие или жёсткие, происходит большее или меньшее перемещение веса. А значит, большее или меньшее перемещение зацепа на колёсах. Это если совсем в двух словах. Хотя на поворотах и неровностях всё уже не совсем так однозначно. Если хотите узнать больше и пообщаться на эту тему, заглядывайте на стримы, которые сейчас проходят на твиче, расскажу поподробнее. Ссылку для перехода можно найти в описании к видео. Развал. Отрицательный помогает стабильнее держать машину в повороте, появляется больше рельсовости, в поворотах машина охотнее опирается на шины. Положительный работает наоборот. Проще говоря, это настройка для боковых нагрузок. В теории, если переборщить с углами, то уменьшится пятно контакта шины, станет только хуже. Но так как игра не настолько строга к этой настройке, то менять её можно поагрессивнее. Если вам нужно больше устойчивости в поворотах, делайте развал более отрицательным. Мои любимые пункты – стабилизация. Почему любимые? Именно они могут ощутимы и в то же время нежно изменить склонность машины к какому-то типу поворачиваемости. Уменьшение передней стабилизации делает в момент входа поворот трещи, так как она начинает больше крениться и закладываться. Усиление же делает машину более устойчивой, но есть вероятность сделать её утюгом. Усиление задней делает машину более устойчивой к закидыванию задней части, а также очень интересно влияет на скольжение. В дрифтовом режиме усиление заднего стабилизатора помогает проходить повороты агрессивнее. Делают машину менее инертной, уменьшают радиус траектории и в то же время как бы толкают машину внутрь поворота. Это позволяет активнее закидывать машину и регулировать её поведение прямо углом заноса. Если немного подытожить, я бы не советовал кардинально круто менять настройки, поскольку машина может вообще перестать вправляться. Если вы с этим ещё не подружились, делать это стоит понемногу. А в каком порядке, сейчас я вам расскажу. Очень важно отследить в какой именно момент машина плохо поворачивает. Если машина плохо поворачивает на торможение, крутим тормоза. Если же машина просто плохо входит в поворот, то стабилизатор. В зависимости от того, что крутили первым, докручиваем оставшийся вариант из вышеназванных. Если крутили тормоза, то стабилизаторы, если крутили стабы, то тормоза. Далее делаем развал и делаем его отрицательным, сходя из нашего баланса. Если хочется больше бокового упора сзади, убавляем сзади. Если хочется побольше упора спереди, убавляем спереди. Если есть дифференциал, баланс сдвигаем в сторону сзади, но не кардинально, чтобы было где-то 70 на 30, 60 на 40, как-то так. Так у вас будет спереди меньше мощности, чем сзади, чтобы минимизировать снос и недостаточную поворачиваемость, но при этом остается ее наличие, что должно помочь передним колесам дополнительно вгрызаться. Затем шлифуем аэродинамикой. Можно поковыряться с пружинами, если есть желание попробовать разные варианты, но в большинстве случаев хватает и предыдущих пунктов. Замечу, что совсем не обязательно крутить сразу все. Иногда может хватить какого-то конкретного пункта, а может и вовсе ничего трогать не надо. Меняйте по одному параметру за раз и не забывайте, что для большей скорости в поворотах важен баланс. А как вы настраиваете свои машины? Напишите в комментариях. Сам же я люблю, когда машина активно реагирует на мои действия. И вместо неконтролируемой недостаточной поворачиваемости я стараюсь создать контролируемую нейтрально-избыточную. Как правило, это приводит к довольно агрессивным настройкам, недостатки которых мне уже приходится компенсировать своими навыками. Итак, помощники я не трогаю. Аэродинамику стараюсь держать в балансе или чуть наперед, чтобы машина была поактивнее. Коробку чаще вообще не трогаю, как и сцепление колес с тормозной мощностью. Тормозным балансом уже стараюсь регулировать общий баланс машины. Ставлю где-то около 50 на 50 или чуть наперед, если не хватает загрузки передних колес. Компрессию и отдачу я не часто трогаю, поэтому смотрю уже по ситуации. Развал чаще отрицательный, причем спереди больше, чтобы слегка оставлять живость жопки. Силы стабилизаторов тоже зависят от конкретной машины, но сам баланс в целом я делаю так, чтобы спереди они были помягче, чем сзади. Так машина становится повеселее на входе. Подчеркну, что это мои предпочтения в настройке машины, кому-то из вас они могут совершенно не понравиться. И я хочу, чтобы вы понимали, что никто и никогда не даст вам единых идеальных настроек. Каждая машина ведет себя по-разному и у каждой своя инженерия. И именно поэтому многие не могут найти видео с настройками. Поэтому не получится применить одни и те же настройки для заднего, переднего и полного привода. Каждая машина плюс-минус уникальна, и для каждой нужно подбирать свои настройки, исходя из ваших предпочтений. Даже в реальности те же гонщики Формулы 1, выступающие за одну команду на одинаковых машинах, могут настроить их по-разному и показывать схожий результат. Поэтому я постарался объяснить вам, как все работает, а не дал таблетку от всех болезней. Просто нет одного рецепта. Максимум, что я могу еще дать желаемому вам направлению это вектор. Задумайтесь над тем, какое поведение машины вам больше нравится. Не думайте о машине в целом, и об абстрактном как быстрее, а о том, как у вас должен работать каждый элемент машины на торможении, на разгоне, на скоростном повороте, на медленном после торможения, на медленном на выходе и так далее. Разделите поведение машины на отдельные категории и вы сами поймете, что вам необходимо поправить. Надеюсь, что у меня получилось создать видео, которое оказалось для вас полезным, и я ответил на ваш вопрос, как можно настроить машину поэффективнее. Если это так, поддержите лайком и подпиской, а также прожатием колокольчика. Я правда очень старался. А также залетайте к нам в группу ВК и в Дискорд. Ну и в качестве бонуса за то, что вы досмотрели ролик до этого момента, дам вам свои настройки на любимую РСку. Пробуйте, экспериментируйте, и я уверен, что у вас все получится. Бобра!